Продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Только переустановка. Небольшая. Теперь я сидел. Окей. Господа, я хочу вам представить одного из самых удивительных людей нашей Алии. На самом деле он не математик, но здесь сегодня он появляется как блистательный переводчик. КДЗ ЛГИС. КОА, как говорит Пярский, есть свой клуб, и иногда у него совершенно поразительные концерты проходят. Я прошу вас учесть это. Если кто-то хочет послушать замечательных бардов, то к нему, к ТКОА можно смело приезжать. Не всегда примет, у него есть блинчики фирменные. Но меня больше всего поразило недавнее достаточно открытие, дело в том, что Зейн Гизин перевел на иврит Евгений Амегин. Это грандиозный струк высочайшего качества. Очень жаль, что у нас просто нет сегодня времени, хотя бы на одну страфу. Это грандиозный струк. Грандиозный струк. Грандиозный струк. Грандиозный струк. Грандиозный струк. Грандиозный струк. и не ехать. Это труфо, тем ядер, меццах. А в тох, кто хит, говорит, погаме. Вот и ты выходи. Прекрасные тревоги. Ну а сейчас слово ему. Подивитесь его переводческому дару. Если бы ты отвечал на мою мылость, тем же рвением, выставляешь? Браво! Ну, есть такой стандартный начало, я очень взволнован. Дело в том, что бардство попало случайно, когда я учился в МИИТе. На бардовские концерты я ходил с неохотой. Был в основном по инициативе не совсем своей. Вот тут есть присутствующий, который помнит по чьей инициативе я ходил. Первый, собственно, бардовский фестиваль, которым участвовал, был именно в ТКО. Я тогда еще не жил в ТКО. Насколько я знаю, Инна Виняцкая, Захарная Ваха была его инициатором еще несколько людей. Потом переехал в ТКО, но приехал уже в те годы, когда Инна была уже не в самом лучшем состоянии здоровья. Обычно мне перед каждым концертом трудно что-то выбрать. Я привел более, честно, более двухсот песен. В этот раз мне было очень легко, потому что Риэла сказала просто мне, вот ты должен выбрать. Время шло, и она сама выбрала. И мне осталось потом только поменять, и я выбрал. За две минуты. Да, и да, первая песня Сергея Никитина на слова Еренбурга. «Да разве могут дети юга?» Кто смешно в этом точно не знает, но и самое тогичное. «Да разве могут дети юга, где розы блещут в декабре, где не разыщешь слова «юга» ни в памяти, ни в словаре? «Да разве им хоть так, хоть вкратце, хоть на минуту, хоть во сне, хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне?» Несколько моих знакомых, включаясь у меня себя, я себя неплохо знаю, читают произведение «Перевод израильским друзьям». Как появилась реакция была, что действительно там было так холодно. Илья Оренбург, может быть, главная стих твоя не была. «Перевод израильским друзьям» «Ми ше нолад в Эмерц зоти» «Ба Йенуар малев радий» «Софат шлаги» «Музаг экзотий» «Перевод израильским друзьям» «Беревод израильским друзьям» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другод 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Аплодисменты. 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 Аплодисменты.